Здравствуйте! Запрет на ввоз зерна в Республику Казахстан, казалось бы, наш долголетний партнер, куда мы вывозили и зерно, и готовую продукцию. Чего ждать от этого запрета? Что будет происходить на зерном рынке региона и страны в целом? Ну, запрет, конечно, серьезно меняет баланс на рынке зерна Сибири и, в первую очередь, не все Российские Федерации нашего региона расположены вдоль границ с Казахстаном. Но этот запрет отражает истинное положение вещей. Мы за эти годы сформировали у себя мнение о Казахстане как о надежном партнере. Вот сегодняшнее событие как раз подтверждает, что Казахстан не может являться поднадежным партнером и даже не по геополитическим причинам, которые отдельно нужно в отдельной передаче обсуждать, а по той причине, что, покупая у нас зерно, Казахстан никогда не являлся конечным потребителем этого зерна. Казахстан выполняет функции посредника между рынком зерна Российской Федерации, Сибирского федерального округа, Алтайского края и рынками сбыта Узбекистаном, Таджикистаном, Афганистаном, Киргизией, Туркменией. Так, крупнейший по потреблению зерна и муки рынок в мире, повторюсь, потому что этот рынок никогда не сможет обеспечить себя зерном пшеницы и, соответственно, на местном сырье они не смогут произвести муку и хлеб в необходимом количестве. Это традиционный рынок, на котором всегда присутствовала российская продукция. Это для Алтайского края, это очень традиционный рынок и не только сельхозпродукции, но не будем сейчас отходить, наверное, от темы нашей передачи, остановимся на этой. Регион, перечисленный мной стран, стремительно растущий регион. Еще в конце 90-х, в начале нулевых, население этого региона составляло около 75 миллионов человек. Сегодня это 120 миллионов человек, это интенсивно растущий регион, это молодой регион, это регион с растущими доходами населения, он очень интересен. И для нас, благодаря географической близости, он даже более интересен, чем Китай. Но функции по продаже нашей продукции сельского хозяйства и в первую очередь продукции полеводства и в первую очередь пшеницы выполнял Казахстан. Не мы реализовывали нашу продукцию, а Казахстан выполнял функции только посредника. И никогда надежным партнером посредника считать нельзя. Надежным партнером могут быть только конечные потребители, вышеперечисленные страны. И нас не нужно учить общаться с этими странами. Мы имеем долговременные, традиционно сформировавшиеся отношения и с предпринимателями в Узбекистане, и в Афганистане, и в Таджикистане. Мы поставляли зернопереработчики, в первую очередь, конечно, всегда туда свою муку, крупную продукцию, в большом ассортименте, в первую очередь, крупу гречневую. Но больше всего, конечно, муки. И Казахстан сегодня поставляет на это рынки около двух миллионов тонн муки, причем муки, сделанной во многом из пшеницы Российской Федерации и Алтайского края. Поэтому то, что произошло с Казахстаном, это нужно было ожидать и к этому нужно было готовиться. И если это произошло и нанесло некоторый ущерб, то из этого нужно делать положительные выводы и добиваться от правительства Российской Федерации, чтобы мы получили равные условия для работы на этом рынке. Сегодня эти условия неравны. Для того, чтобы торговать пшеницей в Афганистане и Узбекистане, для примера, в странах, не членах таможенного союза, российский предприниматель или фермер должен платить таможенную пошину. А напомню, этой зимой она доходила до 5 тысяч рублей за тонн, до 5 с половиной даже. Значит, чтобы торговать российской пшеницей казахскому предпринимателю, не нужно платить таможенные пошины. Это одно преимущество, которое имеют казахские предприниматели. И второе, еще более важное преимущество, значит, это провозная плата по территории Республики Казахстан железнодорожным транспортом. ЖД-тариф для нерезидента на территории Республики выше в 4-5 раз. Чем для резидента. А провозная плата превышает провозную плату для резидента в 2,5 раза. И это делает нашу продукцию неконкурентной в странах, в вышеперечисленных странах. Вот нужно добиваться того, чтобы мы получили равные условия работы и вернули к себе те рынки, которые исконно являются российскими и являлись сибирскими. Значит, возникшие сейчас трудности, я надеюсь, обострят эти вопросы и приведут к желаемому результату, и мы вернемся на эти рынки. На ваш взгляд, почему все-таки Казахстан так себя повел, хотя казалось бы ему выгодно перепродавать нашу продукцию? Ну, не совсем это так. Выгодно перепродавать, когда не хватает для этих рынков продукции, и ее не хватало. Казахстан официально и неофициально покупал у нас около 5 миллионов тонн пшеницы всего на территории Российской Федерации. Начиная от Оренбургской области и по Волжье, и заканчивая, я имею в виду по периметру границ Казахстана, и заканчивая Алтайским краем. Из них около половины уходило по серым схемам, автомобильным транспортом, ненадлежащим оформленными документами. И именно нарушение законодательства Казахской Республики Казахстан, выплаты НДС при реализации этой продукции за рубеж толкнуло правительство Республики Казахстан на введение этих ограничений. В текущем году ситуация меняется кардинально в сравнении с прошлым и позапрошлым по объему ожидаемого урожая в Казахстане. Казахстан ожидает пшеницы около 17 миллионов тонн, всего зерна будет явно больше 20 миллионов. Это близко к рекордным урожаем, это не рекорд, но близко к рекордным. Рекорды в Республике Казахстан составляли около 24 миллионов, близко к этому будет урожай. И поэтому для казахских фермеров и казахских предпринимателей в первую очередь необходимо реализовать свою продукцию, свое выращенное зерно на вышеуказанных рынках. Поэтому, вводя этот запрет, Казахстан защищает своих фермеров, которые получат возможность вне конкуренции с российским зерном продавать свою продукцию по более дорогой цене. И почему пользовалась спросом наше зерно? Потому что она покупалась по заниженной цене. Если бы вышеперечисленные мной факторы были удалены, то есть у нас были бы равные условия торговли в плане таможенных пошлин, Казахстан бы ввел такую же таможенную пошлину или Российская Федерация отменила бы таможенную пошлину при экспорте. Если бы мы провозили нашу продукцию по территории Республики Казахстан до этих стран по одинаковому тарифу, то, конечно же, наше зерно продавалось бы дороже. Наше зерно и для наших сельхозпроизводителей это было бы еще выгоднее. Учитывая, что Казахстан, ну будем считать, что закрыт, да, все на то похоже, что транзит через него тоже нам не выгоден. Куда, скорее всего, урожай этого года пойдет? И какие рынки, и какие объемы мы сможем? Ну это сегодня трудно, конечно, предполагать в кардинальном. Во-первых, мы будем присутствовать на тех рынках, на которых мы присутствовали всегда. Это рынки Ближнего Востока, это рынки Северной Африки. Но, к сожалению, для нас путь до этих рынков очень далек. То есть и до Черноморского побережья, откуда отгружается зерно, или до Прибалтики, откуда можно отгружать зерно в этот регион. Очень большая провозная плата и очень удаленная провозная, очень, да, расстояние очень большое для пользования железнодорожным транспортом. И с учетом даже существующих льгот, и государство, слава богу, введя много лет назад уже льготный ЖД-тариф для экспорта продукции, эту льготу сохраняет, и это, конечно, существует поддержка. Но ее недостаточно для того, чтобы отгрузить необходимый объем пшеницы. Более того, в текущем году в Российской Федерации, в Европейской части будет, конечно, сокращение производства зерна, но это, в первую очередь, касается Центрального Федерального Округа. Значит, в меньшей степени это касается Южного Федерального, а в Северокавказском урожай практически равен прошлому году. И, конечно же, в первую очередь на эти рынки будет продаваться зерно из тех регионов. У нас есть, конечно, еще рынки в лице Монголии и Китая, есть рынки Юго-Восточной Азии, но удаленность, опять же-таки, от портов Дальнего Востока, я напомню, что до портов Дальнего Востока, мы удалены на расстояние 6 тысяч километров, точнее говоря, даже от Владивостока на 6,2 тысяч километров. А Китай, вот напомним, это как раз через эти порты, да? В Китае, в Китае, через самую ближнюю точку для нас, это Забайкальск, но расстояние до этой станции, вот тоже к легенде о том, что у нас рядом Китай, то есть до ближайшего железнодорожного погранперехода на территории КНР, расстояние 4 тысячи километров, ровно столько же, сколько до Новороссийска. Поэтому Китай, конечно, по глобусу от нас находится недалеко, но с учетом того, что нам приходится огибать очень большую часть границы, нашей границы с Монголией, можно, конечно, и через Монголию, но это не приближает практически нас к рынкам сбыта внутри Китая. Поэтому китайский рынок от нас удален, тем не менее, мы продукцию туда отгружаем, продолжаем отгружать, но первое место там занимает, конечно же, не пшеница. Пшеницы за 23 год, например, мы из Сибирского федерального округа отгрузили около полумиллиона тонн ячменя, полумиллиона тонн рапса из Сибирского только федерального округа, и всего лишь 100 тысяч тонн, менее 100 тысяч тонн пшеницы, точнее говоря, 60 тысяч тонн пшеницы. 100 тысяч тонн овса, 100 тысяч тонн гречихи, а пшеницы всего лишь 60 тысяч тонн. Поэтому, конечно, и почему-то весь Сибирский федеральный округ, учитывая, что доставка из Красноярска гораздо ближе до этих станций, то мы находимся в неконкурентном, конечно, поле здесь. Поэтому очень интересно было бы вернуться нам на рынки Узбекистана и Таджикистана. И зерном, и мукой могли бы там присутствовать и свою нишу там занимать. Предыдущие два года были очень хорошими по урожайности, учитывая переходящие остатки, которые сейчас остаются у переработчиков, у производителей зерна. Что будет происходить с ценами, скорее всего? Ну, переходящие остатки на начало уборочной были несколько меньше, чем в прошлом году в Российской Федерации. Значит, по, скажем, переходящим остаткам у каждого в отдельности хозяйства ситуация может быть очень разная. Но более раньше, чем обычно начатая уборка на юге России и в Приволжском, Центрально-Черноземном регионе, привело к тому, что на 1 июля у нас наличие зерна у сельхозпроизводителей уже превышает прошлый год. Хотя благодаря рекордному экспорту в прошлом году мы серьезно уменьшили к началу сезона остатки, которые в прошлом году были исторически рекордными. Они превышали 20 миллионов тонн. И есть надежда, что сокращение, которое произошло в этом году, в этом году с 20 миллионов тонн, я говорю, данные по аналитике баланса Российской Федерации по зерну всего. Значит, не выделяя пшеницу, чтобы не запутывать цифры. Так вот, переходящие остатки более 20 миллионов тонн, почти 28 миллионов тонн. А это больше 30% от годового потребления. То есть это явно превышает необходимый минимум. Это явно говорит о том, что мы не успеваем вывезти за рубеж необходимое количество зерна. Благодаря рекордному экспорту более 70 миллионов тонн зерна, и из них там около 54 пшеницы, мы уменьшили эти переходящие остатки, но они все равно продолжают оставаться рекордными. Около 17-19 миллионов тонн. Если мы экспорт в этом году продолжим, он будет меньше прошлого года, но тем не менее более 50 миллионов тонн в планах у минисельхоза нашего есть, Российской Федерации, около 55 миллионов тонн экспорта зерновых всего. Мы эти остатки будем приводить, я думаю, к норме около 10-15 миллионов тонн. Это остатки, составляющие около 15%, 10-15% от годовой потребности. Они реалистичны и они уравновесятны. Давление еще и очень серьезное оказало снижение мировых цен на зерно. И сегодня зерно пшеницы находится на минимуме за несколько последних лет. То есть в 2022 году пшеница стоила около 350 и выше, от 350 до 400 долларов за тонн. Сегодня, к сожалению, она экспортируется по цене 200 долларов, ну 210-215, то есть существенное сокращение. Будем надеяться, что мировые цены тоже начнут расти. Она сегодня необоснованно занижена, цена пшеницы, в сравнении с другими культурами. Долго такого не бывает. Все равно произойдет выравнивание, потому что пшеница продолжает оставаться основным продуктом питания у большей части населения планеты. Поэтому, я думаю, эта культура будет востребована. Спасибо, что нашли время и пришли к нам в студию. Будем надеяться, что прогнозы будут все-таки положительные на этот сезон. Будем надеяться. Мы тоже надеемся на то, что будет рост цены на пшеницу и рост востребованности нашей продукции. Напомню, что о ситуации на зерном рынке мы сегодня говорили с Валерием Гачманом, президентом Союза зернопереработчиков Алтая. До встречи. Спасибо. Спасибо. Спасибо.